Всем привет! Вы снова на моем канале Комменбай. С вами Дмитрий Михайлов. Находимся на чередном объекте. Конечно, большинство объектов у нас получается, что мы, как правило, ремонтируем старые дымоходы. Это один из объектов, который не стал исключением. Перед вами грибок. Внутри идет шахта под газовый котел. Этот дом уже от газа отключили. Поэтому предписание было. Человек затянул. Сейчас хвата отдали. Апрель месяц. У нас минусовая температура. Вот так климат гуляет. Человек обратился ко мне. Сейчас будем решать проблему. Сейчас перед вами котел газовый. И оцинковка, которая примерно лет 15 стояла. Может здесь не становится. Едем, да? И непосредственно с трубой. Это уже все вышло из строя. Поэтому почему вообще работам к этим приступили? Потому что по требованиям вот эти вот гофры, они запрещены. Есть гофры сертифицированные, но их очень тяжело достать. Их продают по 20 метров. Поэтому в розничной торговле немножко пробел в этом есть. Демонтировали грибок. И вот результат того, что происходит с металлом. Видите? Он полностью весь ржавеет. То есть газы, которые выходят из дымохода, они полностью разваливают вам грибок. Ну и внутрь смотрим. Здесь, видите, газы, которые выходят, они полностью разъедают все. Здесь начинает течь по стенкам. Видите, да? Все вокруг ржавое. И сейчас смотрим, что произошло с избестовыми трубами, которые стоят. Объясняю. Вот эти две трубы смещены. Вот эта труба, она упала с нижней трубы на стыке. В итоге канал у нас идет вот здесь должен идти, на месте этой трубы. Вон труба с правой стороны уходит. И на этом заканчивается весь газоход. То есть на этом месте должна стоять газовая труба. Потом сейчас мы будем ее выводить. Будем смотреть, как там смещение идет. Почему трубы упали, неизвестно. Потому что они просто болтаются, две избестовые трубы. Потом здесь надо дать пожарникам должное, чтобы предписание написали. Потому что это ваша личная безопасность. Работаем. И вот что у нас получается после гильзовки. Видите, про что я вам говорил. Выяснилось, что вот эта вот труба используется под вентиляцию. Непосредственно в помещении. И вот труба сбоку. То есть ее вообще не было. Мы вывели нержавейку. Как всегда, 304 марку на данный котел поставили. Труба окей. Никаких проблем не будет. На раструбе сертифицировано. Нержавчину не буду показать. Еще единственное хочу показать момент, который... Вот почему нужно выводить за общий грибок. Смотрим. Видите, потек. Вот это вот потеки. Появились из-за того, что сверху отбивался конденсат. И он весь тек вот по трубе. В итоге... Сейчас вам дальше покажу. Видите, да? Труба. Ржавчина, металл. В этом дело времени. Цвет меняет. Крыша свои свойства теряет. Именно в этом элементе. В этом месте. Извиняюсь. Поэтому работаем дальше. Покажу вам, что у нас получится. Смотрим. Смотрим. Для Энкерса закончили. Метаж дымохода. Поставили инжевеку. Треста четвертую мою шестую. Собрали ее из-под дыму. Здесь, конечно, по конденсату. Здесь проблем никаких не будет. Наглушка. Здесь три сантиметра. С запасом сделали. Шкафчик может открываться. Видите, да? Как все ограничено. Ну, слава богу, результат есть. Все. Поднимемся на крышу. Покажу, что он на крыше. Невозможного не бывает. Ну, что. Вот мы заканчиваем на этом объекте. Секия владельца переубедил прорезать грибок. Показал ему видео, фотографии, что у него творится в коробе. Он согласился. Поэтому прошли вот таким вот участком трубы. Это вставочка. Треста четвертая. Еще раз напоминаю. Марка стали. К матовому исполнению. Кольцовое плотение поставили, чтобы затекать не было. Ну, под низом, конечно, герметик. Поэтому, чтобы уже не возвращаться. Объект раз поставите и забыли. Особенно, когда у вас, смотрим, да? Сколько метров внизу. Поэтому делайте один раз. И на этом забывайте. Пусть будет доволен клиент. Вы будете довольны. И у вас будет больше времени для монтажа. Все. С вами был Дмитрий Михайлов. Комин Бай. Заказывайте у нас монтаж дымоходов. Покупайте у нас дымоходы. И тяга у вас, конечно, будет. Покупайте. 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 Покупайте.